Биткоин, криптовалюты, фондовый рынок, все они падают сегодня. Кто-то скажет, что причина в крупнейшем дефолте в истории Китая. Компания Evergrande Group едва дышит и тянет за собой мировые рынки. И в этом есть своя правда. Но сейчас я покажу тебе эксклюзивную информацию. Ею со мной поделились буквально час назад. Это новости, пруфы и свидетельства того, что фондовым рынком, да и криптовалютами сейчас играют. Причем делают это как хотят и это планировалось уже достаточно давно. Ты напишешь, что это безумие, но сначала досмотри это видео до конца, оно будет коротким. В этом видео я докажу, почему это все было запланировано. С 1971 мы живем во время постоянной политики количественного смягчения. С начала пандемии она приобрела невиданных ранее масштабов, когда в экономику влили 30% существующих долларов всего лишь за один год. Количественное смягчение это монетарная политика, в рамках которой центральные банки скупают активы, тем самым разгоняя рынок. В рамках этой политики банки также печатают деньги, тем самым раздувая денежные предложения, но стимулируя экономику. Вот что происходит постоянно с самого начала этой пандемии. 84 центральных банка по всему миру печатают деньги 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И делают это в беспрецедентных масштабах. Как раз в этом и заключается масштабнейшая глобальная манипуляция, которая касается и нас, криптохолдеров. Это статья в Нью-Йорк Таймс еще от 9 сентября 2021 года, и она просто выносит мозг. Торговля официальными лицами ФРС вызывает протесты и подпитывает призывы к ответственности ФРС за это. Президенты федеральных резервных банков различных штатов торговали ценными бумагами на рынке в то время, когда ими полностью управляла ФРС. Когда абсолютно все на рынке решала ФРС. Звучит уже подозрительно, не так ли? Но дальше еще интереснее. Это Роберт Каплан, президент Федерального резервного банка Далласа. В прошлом году только он один совершил около двух десятков сделок с акциями на сумму 1 миллион долларов и больше каждая. Звучит как инсайдерская торговля, не так ли? Легко торговать, когда ты сам вертишь рынкам, как захочешь. Ты же возглавляешь чертов ФРС в Далласе. Ну а теперь вся суть происходящего в одном предложении. Даже читать больше не нужно. В четверг, 9 сентября, Роберт Каплан, президент ФРС Далласа, и Эрик Розенгрен, президент ФРС Бостона, заявили, что продадут все свои акции, которыми они владеют до 30 сентября, и переведут все свои финансовые активы в пассивные инвестиции. Как же это трактовать? ФРС США решает, запускать печатный станок или нет. И я, конечно же, против раздувания денежной массы путем печатания целой кучи бумажек, ведь это обесценивает деньги и делает бедных еще беднее. Переводит богатство из рук народных в руки элиты. Прямо по-библейски. Евангелие от Матфея, 25 стих 29. Поэтому то, что ФРС может перестать скупать весь рынок и остановить печатный станок, должно быть хорошими новостями. Но подумай об этом. Они собирались продавать все свои акции на самом пике рынка. А затем создают все эти новостные поводы, которые обваливают все рынки. Сумасшедшая манипуляция, не так ли? И мы видели еще в августе такие статьи. Пришло время для ФРС США переосмыслить политику количественного смягчения. И уже в сентябре у ФРС происходят неудачи в политике этого количественного смягчения, что, конечно же, подстегивает их на то самое переосмысление. Такое чувство, будто они специально закидывают такие удочки, чтобы плавненько перейти к остановке количественного смягчения. Либо же хотя бы к уменьшению его интенсивности. И теперь рынок находится в ожидании мощного сигнала от ФРС о прекращении или хотя бы сокращении покупок активов на рынках. Итак, ФРС останавливает покупки, уменьшает скорость количественного смягчения. И, наконец, официальные чиновники ФРС продают все акции на исторических пиках. Я даже не уверен, это вообще законно? Мне кажется, что нет. Вот почему рынки упали и биткоин тоже. Дело в том, что все, что измеряется долларом, всегда будет коррелировать между собой. Учитывая масштабы количественного смягчения за 2020 и 2021, я могу назвать то, что происходит, одной из крупнейших манипуляций на рынках. Если говорить о том, сколько денег в этой манипуляции участвует. Просто какая-то жесть. И сейчас дальнейшее поведение рынков зависит только лишь от ФРС. Если они продолжат количественное смягчение, рынки будут расти. Биткоин будет расти. Но в противном случае, в противном случае, я думаю, ты сам понимаешь. Но! Я до сих пор верю в биткоин. Я в нем за фундаменталы. В этом году я не продал ни одного биткоина, ни одной монетки, ни одного сатоши. В отличии от альткоинов, которые я всегда фиксирую по своей стратегии. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok